Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Я Карина, Таролок и практик. Сегодня у нас очень интересное гадание. Какие секреты скрывает ваш любимый человек? Три карты Таро раскроют правду. Гадать я буду на Таро, Ночные Стражи. Очень интересная такая красивая колода. У нас будет три позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. И вот такие вопросы будут в нашем небольшом гадании. Какие качества и черты характера вашего партнера он скрывает от вас или вашего любимого человека? Какие обстоятельства и события этот человек не желает вам раскрывать? И что может помочь вам лучше понимать вашего любимого человека и раскрыть его тайные стороны личности? Давайте будем смотреть. Первая карта идентифицирует ваши отношения, чтобы вы могли правильно выбрать позицию. Ваши отношения, я думаю, узнать вы сможете в описании. Я выкладываю три позиции, три карты, а вам нужно будет сделать свой выбор. Итак, первая позиция звездочка, вторая позиция сердечко, третья позиция птичка. Первая, вторая, третья. Если вы еще не выбрали, вам достаточно поставить на паузу и сделать свой выбор. А мы начинаем. Я убираю пока последние две позиции в сторону. Итак, наша звездочка. Первая карта идентифицирует ваши отношения. То есть по ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. И эта десятка кубков, потрясающая карта для отношений. Конечно, она показывает гармоничные, серьезные отношения. Часто показывает брак или совместное проживание. Или отношения двигаются к семейным, к серьезным. Люди друг друга любят, ценят, уважают. Люди общаются очень хорошо. У них есть общие темы. Возможно, в прошлом они пережили какую-то даже бурю, ненастье. Но уже это действительно отошло на второй план. Здесь есть единение, есть гармония, есть взаимопонимание и, конечно же, чувства. Если вы узнаете ваши практически идеальные отношения, когда уже пройдены все проблемы, когда ты можешь подытожить, сказать, мы молодцы, мы преодолели, мы смогли, мы теперь крепкая пара. Если вы узнаете, то это ваш расклад. Это ваш расклад. Вы проверяете, а есть ли еще какие-то тайны у этого человека, секреты от вас. Но сама по себе картина отношений довольно благоприятная. То есть выглядит все хорошо, правда? Очень хорошо. Причем как для вас, так и для многих других людей, которые смотрят на вашу пару. Если узнали, продолжаем. Мы будем выкладывать с вами три карты на стол. Итак, значит, какие качества, черты, характер этот человек от вас скрывает? И тут у нас карта влюбленные. Дальше, значит, какие обстоятельства, события он не желает вам раскрывать, какой у него тут секрет, да? Император. И что может помочь вам лучше понимать этого человека, вашего любимого, и раскрыть его тайные стороны личности? Король мечей. Вау, какие карты у вас выпали. Это просто потрясающе, вам скажу. Потому что влюбленные. Это карта, показывающая очень такого мягкого, приятного человека. И, возможно, даже сентиментального. Вы знаете, скорпионы на карте здесь, в этой колоде указывают, что человек очень часто занимается самобичеванием. Он скрывает эти стороны личности от вас, скорее всего, чтобы вы ими не воспользовались. Потому что всё, что происходит между вами, если человек в чём-то взял ошибся, накосячил перед вами, он это всё анализирует и постоянно себя обвиняет. Такой человек может месяцами заниматься самоедством, принимать свою ответственность за любые негативные поступки и слова. Даже если жёсткое слово сказал такой человек, потом очень сильно себя за это корит, переживает, мучается, страдает. И, естественно, не хотелось бы ему, чтобы вы об этом знали. Потому что, может быть, вы вообще его отругаете. Что, зачем ты себя так изводишь? Зачем ты себя так ешь? Я бы этого не хотела или не хотел, чтобы ты себя вот так. Так же вообще влюблённые говорят о том, что человек скрывает сильную к вам любовь на самом деле. И вообще свои чувства, свою такую романтическую настроенность к вам. Опять же, какая-то сентиментальность в вашу сторону. Человек, может быть, даже какими-то датами дорожит, какими-то вашими словами тайно дорожит. То есть такой человек, раз он впечатлительный и сентиментальный, может долго вспоминать, как вы ему хорошее слово сказали, какое-то долгое время вспоминает. То есть всё время думает о том, что когда-то вы ему там сказали какой-то комплимент или похвалили. И он может вот прям очень впечатляться и очень долго думать. Поэтому да, этот человек вас любит. И у него прям вот, не знаю, вы в сердце всё время. И он очень нежно относится, дорожит. И, конечно, боится. Ну, чтобы вы, допустим, узнали. И, может быть, а вдруг вы ситуацию будете в свою сторону поворачивать, пользоваться, да, и там заставлять его ещё что-то делать для себя дополнительное. Будете нажимать на какие-то рычаги. То есть человек по-скорпионски знает, да, что… Ну, я не говорю его знак зодиака, это тут не видно. Я говорю, что по-скорпионски знает, что каждый человек может иметь тайные какие-то желания нажимать на других, да, ну, или пользоваться другими, там, манипулировать и так далее. Вот. Такое вот с подозрением, да. Вообще такой человек может, между прочим, анализировать и ваши переписки, и карманы проверять. Будьте внимательны. Это явно ревнивый человек. Может этого совершенно не показывать, свою ревность, собственничество, считать это пороком. Но при этом именно быть очень ревнимым. То есть он скрывает это. Так, теперь мы смотрим события и обстоятельства, какие человек не желает вам раскрывать. Ну, тут у нас император. А это значит, что данный человек может скрывать что-то касаемо своей карьеры, бизнес, работы на сегодняшний день. Есть какие-то перемены, скорее всего. Или давление со стороны начальства, если начальник есть. Или перемены какие-то в работе. Может быть, у человека пошло повышение куда-то вверх, или повышение дохода, или повышение по карьерной лестнице. Близится, но человек не хочет пока раскрывать все карты относительно этого. А еще человек может иметь очень сильные амбиции по поводу работы, желание повышаться, желание достигать в карьере. Но очень не хочет, чтобы вы соревновались друг с другом. То есть, этому человеку хочется быть главным. Еще он мог заметить, судя по этой карте, какого-то мужчину в вашем поле и приревновать, если дело касается любовных. Именно как, что он скрывает что-то касаемо любовных отношений. То есть, с одной стороны, это может быть карьерное обстоятельство, обстоятельство, что, допустим, ваш муж скрывает от вас, что близится повышение в карьере и так далее. Или с начальником какие-то пошли моменты. С другой же стороны, может быть, что увидел мужчину что-то, кто мужчина к вам неровно дышит, приревновал. Если дело касается и мужчины. То есть, если вы гадаете на мужчину. Тут очень интересно получается, понимаете. Потому что даже вот, смотрите, совет вам, как, что поможет вам лучше понимать вашего партнера, партнершу, может быть, если вы мужчина, да. И раскрыть тайные стороны личности. Идет король мечей, который показывает, вот как мужчину опять же, да. То есть, когда ваш любимый человек сталкивается с ревностью, вы начинаете полностью видеть его натуру. Прямо насквозь, я бы сказала. И также король мечей показывает верность и дисциплину. Ну, то есть, ваш партнер может раскрыться не только благодаря ревности, а еще и благодаря вашей верности и его доверию вам. Но это нужно время. Вот. Потому что даже бывают, супруги много лет живут вместе. Ну, раз у человека бывают, допустим, если поводы для ревности, или он что-то там переживает, он может многие годы не доверять. Если у него была бы кристальная такая верность, ой, верность, уверенность вас. То есть, чтобы он мог точно сказать, что вы никогда ни на кого не посмотрите, то тоже это могло бы раскрыть его со всех сторон. Его вот к вам чувства, любовь, понимаете? То есть, его вот это вот как такое сентиментальное, романтическое к вам отношение может раскрыться, именно если он вам будет 100% доверять. Вот. Ну, и также его негативная сторона, ревность, может раскрыться, если он, наоборот, будет видеть какого-то конкурента перед собой. Ну, вот такие интересные карты по первой позиции. Мы идем дальше. Позиции номер два. Что человек скрывает, да? То есть, его секретики. Смотрим секретики. И первая карта у нас с вами показывает состояние ваших отношений. Вы по ней ориентируетесь, правильно ли вы выбрали вообще позицию. Состояние отношений рыцарь-мечей. Острые зубы у нашей рыбки, да? Я, знаете, так хочу сказать, в этих отношениях могут быть конфликты, ссоры на сегодняшний день, какая-то вот импульсивность такая проявляется. Особенно у человека, которого вы загадали. Импульсивность, резкость, негативные эмоции, злость. Может быть, периодически ругань идет, спор из-за чего там. То есть, конфликты. Сейчас в ваших отношениях период конфликтов. Если вы узнаете ваши отношения, что даже человек может вас обвинять в чем-то, говорить резкие слова, критику какую-то свою высказывать, вы в ответ, то тогда, да, вот мы продолжаем. Если нет, вы другую должны выбрать позицию, потому что здесь люди явно на ножах друг с другом. У них может быть обоюдное несогласие друг с другом, критика и ревности, и психи. И когда один убежден в неправоте другого, а второй в ответ. Зубы показывайте, друг другу зубы. Я это так вижу. И, конечно, отношения оставляют желать лучшего на сегодняшний день из-за того, что вы оба не даете уступить. Сами не уступаете, да, и задираете, и не позволяете этому человеку, чтобы даже он уступил. Получается, что столкнулись два трудных характера. Вообще, один может здесь подозревать друг у другого с прищуром, с таким, знаете, вот, ну как сказать, я убежден, что ты, не знаю, мне изменяла, например, или вы ему говорите, я убеждена, что ты мне изменял, или я убеждена, что ты нечестен со мной в каких-то вопросах, и вот даже сейчас вы узнаете его секреты. Понимаете, о чем я? Итак, давайте, значит, выкладывать карты. Какие качества, черты характера этот человек, любимый, скрывает от вас? Шестерка мечей. Что может помочь вам лучше? Ой, неправильно. Какие обстоятельства и события этот человек не желает вам раскрывать? Там туз мечей. Что поможет вам лучше понимать вашего партнера или партнершу раскрыть тайные стороны его личности, да? Идет солнце. Тут очень интересно получается, потому что этот человек не хотел бы, не хотел бы, чтобы вы знали, что он не любит проблемы вообще как таковые, и решать их. Это, вероятно, медлительный и безответственный человек. Но париться лишний раз из-за чего бы то ни было этот человек на самом деле не хочет, и, возможно, поэтому у вас возникают некие конфликты в отношениях. Но этот человек тщательно пытается скрывать свою безответственность. Мало того, безответственность, так ещё и, знаете, даже видит перед собой проблему, как лень какая-то включается. Не хочу решать и всё. Может быть, родители повлияли, может быть, ещё что-то. Вы знаете, как травма какая-то из прошлого. Но в любом случае этот человек не годится, скорее всего, для серьёзных отношений. В этом его самая большая проблема. Возможно, это даже одиночка. Или, знаете, как говорят, кукушка. То есть кукушка сносит яйца и подкладывает другим птичкам, чтобы они высидели. Тут то же самое. Человек может создавать какие-то отношения, но потом потихоньку сбагривать их, не знаю, на своих родителей или ещё как-то. И детей своих куда-то подкладывать. Там, допустим, есть мама и папа. Вот он папа. Но мама одна воспитывает своего ребёнка, а папа так, по праздникам. То есть вот он прям скрывает, но он не хотел бы, чтобы вы знали. Но он знает о себе эти вещи, что он безответственный. Что какие-то проблемы для него такой напряг, что лучше сбежать, чем решать. Понимаете? И даже если начинает решать, ну так вяло, так всё медленно, так вот прям еле-еле он решает. И открытые конфликты этот человек не любит. Вот вы с ним ругаетесь, он может огрызаться, зубы показывать это всё, но он этого терпеть не может. Конфликты вообще сами по себе. Вот давайте посмотрим. Вот туз мечей, да, он показывает, какие обстоятельства и события он не желает вам раскрывать. Явно скрывает он свои мысли и эмоции. И вот как будто бы он хотел недавно вам что-то навысказывать в лицо, потому что вы его прям вот замурзали очень сильно. И он хотел очень много грубостей вам сказать и этим заткнуть вас за пояс, как будто даже в голове проговаривал, что вам скажет до такой степени обидное, что потом вы его явно бросите, этого человека. То есть его как-то так довела ситуация недавно, что он был готов рубить отношения. Но потом сдержался и не хотел бы, чтобы вы об этом узнали, что уже готов был к разрыву и уже не просто ругаться или там молчать или ещё что-то, а именно сделать такой выпад, что окончательно разорвать отношения. Такой гнев у него был. Такие ужасные какие-то негативные эмоции чем-то его довели, вывели, вот прям чем-то разозлили. И как будто бы он был уже готов последнее слово сказать и наговорить потом уже всего-всего-всего-всего, от чего только можно, потузу мечей, что всё, отношениям бы был точно конец. Он бы вас победил, конечно, но знает, что ему бы пришлось, возможно, даже если вы вместе живёте, съезжать и вот это всё, а проблем-то мы не любим, да, или там менять обстановку полностью в личной жизни, тоже мы проблем совершенно не любим и не любим их решать, мы безответственные, и сдержался. Если бы вы узнали на самом деле, что он хотел вас бросить уже окончательно и бесповоротно, что бы вы сделали, вот в чём вопрос? Потому что многие люди, дождь у греха таить, у меня так много раз в жизни было, что бывают на грани того, в гневе, да, чтобы бросить любимого человека и разорвать отношения, наговорить такие гадости, что уже это будет точкой, да, но сдерживаются же. И одно дело, что ты этого не сделал и скрываешь, и зачем вроде как и правда-то это нужно, вот если бы вы достоверно от него знали, что он так хотел сделать, что бы вы сделали. Мне кажется, что все мы в гневе или там в каких-то импульсивных своих вот этих вот вещах можем чего угодно такое наделать и даже наделать по-настоящему. Но да, у него в чём-то вы ему надоели, ну как, не то, что надоели, да. Ой, как сказать, он знает, что виноват, он знает, что много чего не доделывает, не сдерживает, возможно, какие-то обещания. Вот. Но в любом случае, если вы ему предъявляете за это, это когда-то, ну как, плохо кончится. То есть он же знает свои все минусы, но ему удобно, видимо, в отношениях, и он всё равно хотел бы быть лучше. Хотя именно и негативные черты характера скрывают, а не позитивные свои. И вот как раскрыть в нём, наверное, всё хорошее, а не плохое, да. Как, что поможет вам лучше понимать его и, ну, раскрыть те тайные стороны его Личности, которые всё-таки являются хорошими. Это у нас Солнце. Солнце ещё показывает Пуму здесь, или, ну, может, это львица, может, Пума или как. Но в любом случае кошка. И вы знаете, Солнце, оно и в Африке Солнце. Оно говорит о позитивных эмоциях, любви, открытости, комплиментах, поддерживании, кстати, статуса, эго и самооценке этого человека, потому что она, возможно, у него падает от того, что он знает о себе. Вот это поможет вам лучше друг друга понимать, если вы будете хорошо, позитивно с ним обращаться, а не негативно. Вообще секрет любых отношений — это то, чтобы друг с другом обращаться хорошо, позитивно, потому что мы на самом деле друг другу ничего не должны. Это неправда, что мы должны. То есть, когда я говорю «я люблю тебя», это не значит, что я вступаю в огромную череду долгов в этой жизни, различных, разнообразных. Я должна тебе, я должна нашим общим детям, я должна всем, твоим родителям, может, ещё что-то должно. Вот женщинам, кажется, они никогда ничего не должны, всё должны мужчины. На самом деле это всё неправда. Мы никому друг другу ничего не должны, говоря «я тебя люблю». «Я тебя люблю» — это «я тебя люблю», это не долги. И вот этот стереотип, что если человек вам сказал о своих чувствах, и вы вместе или вместе спите, что он вам должен, этот стереотип нехороший. Вам нужно понять, что две души пришли на землю, получать свой опыт. И может быть, вам как-то с этой стороны посмотреть на эту ситуацию, что вы его подгрызаете реально. И может быть, перестать разобраться действительно и как-то дать больше тепла и любви в этих отношениях и поднять как-то самооценку, чтобы человек хоть вообще мог реабилитироваться. Уйти-то, конечно, всегда просто. И вам, и ему. А куда это дальше приведёт? Вот в чём вопрос. Вот такая у нас вторая позиция. Так, теперь идём к позиции номер три. Птичка. И первая карта. Состояние ваших отношений. По ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Тройка кубков. Ну, какие-то, может быть, лёгкие, ненавязчивые, весёлые отношения, где люди имеют больше притяжения друг к другу, близости, а не серьёзных отношений. Или вы накануне своей свадьбы. Тоже вариант. Но, однако, отношения не напрягают ни вас, ни этого человека. Знаете как? Когда у него есть деньги, изобилие, вы оба счастливы. Когда бывают какие-то материальные проблемы, меньше счастья. Меньше счастья. Все чего-то ждут, когда счастье привалит. Вот. Вместе вы можете получать удовольствие от жизни, развлекаться, может посещать друзей или смотреть вместе, там, не знаю, кино, сериалы, ездить куда-то. Вот. Ну, тут какие-то такие вот хорошие отношения. Всё-таки пока ещё люди как раз-таки не думают, что они друг другу очень сильно чего-то должны. А просто, ну, живут и радуются, и всё. Либо ещё вариант, что в ваших отношениях недавно произошло, вот как я говорила накануне свадьбы, да, какое-то радостное событие, или вы посетили день рождения, вечеринку, там, ещё что-то. Ну, то есть пока что все тут на подъёме и счастливы друг с другом, да, есть взаимная любовь. Я вижу эту карту именно так. Хорошо. Секреты вашего любимого человека. Первое, значит, какие качества и черты характера он скрывает от вас. Дальше, значит, какие обстоятельства, события он не желает раскрывать. И что может помочь вам лучше понимать вашего любимого человека, раскрыть тайные стороны его личности. Ну, тут прямо даже ещё и старшие арканы есть. Смотрите. Стороны характера, да, то, что он скрывает, качества, черты характера. Почему он скрывает, да, то есть мы здесь видим тройку пентаклей, а это значит, что данный человек довольно, на самом деле, серьёзный, гораздо серьёзнее, чем вы о нём думаете. И на самом деле создан для брака, для серьёзных отношений, для проявления ответственности. Это человек, вот, возможно, как, ну, семейный изнутри, да, как это говорят, который должен, по сути, там, чтобы у него была семья, дети, вот так жить, жить в семье. И это работоспособный человек, трудоголик, возможно, мастер своего дела в будущем или сейчас. Тот, который может зарабатывать хорошие деньги, абсолютно надёжный партнёр или партнёрша. И пока что этот человек не раскрывает перед вами всех этих карт. Может быть, у вас действительно отношения недавно, а может быть, ну, себе дороже раскрывать всё это, себе хорошее, да, потому что тут же возьмут в оборот и будут что-то требовать. Поэтому проще показать нечто другое, чем чтобы от тебя что-то потребовали, да. А ещё этот человек такой довольно-таки приземлённый, прагматичный, но и общительный, интересный. И, может быть, вы не всё о нём, конечно, о его характере знаете, но он очень добрый. Вот. Может быть, боится, что пользоваться будете также его добротой, а не только работоспособностью и надёжностью, да. Но в любом случае я здесь точно вижу хорошего человека, созданного для хороших отношений, для семьи и для хорошей работы. Вот. Какие обстоятельства этот человек не желает раскрывать, какие события. Я вносила, говорит о том, что у вас есть соперник или соперница, но этот человек вам отдаёт своё предпочтение, он испытывает к вам чувства, однако его кто-то преследует, пытается признаваться в чувствах и заявляет на него свои там права, может быть, или пытается наладить отношения. Чаще всего тут гадают женщины на мужчин, и эта девушка, скорее всего, его бывшая или какая-то, кто пытался ему всё время набиться в партнёрши и, соответственно, преследует, хочет отношений, хочет восстановить отношения, если они разорванные, или если их не существовало, то начать. Этот человек не хотел бы, чтобы вы об этом знали, и чтобы вы ревновали, и чтобы вы кричали, и ругались. Вот, и поэтому скрывает этот момент это понятное дело. Мы здесь видим змею с крысой, возможно, у неё даже подружка есть, и сердечные дела, да, в сердце, маки, тут всё понятно. Карта совершенно чётко показала, что этот человек не хотел бы вызвать вас эту ревность, и не хотел бы, чтобы вы переживали из-за этого. И я думаю, что, может, вам и не надо было этого знать, но если вы погадали, узнали, я не думаю, что лучше об этом ему говорить, а навести свои справки, что есть такая дама, и, ну, может, даже потихоньку отвадить её, да, или, ну, просто жить, просто жить, быть лучше, знать, что тебя любят, а не её, да. вот, что поможет вам лучше понимать этого человека, раскрыть тайные стороны, тем более, что они хорошие, да, его личность, околесница. Совместные поездки, это очень сильно объединяет, и также поход, ну, допустим, вы знаете, люди ходят компаниями в поход, это очень сильно закаляет пару, и проверяет на чувства, поездки там в дальние страны, в города, вообще вместе там, что на самолёте, что на машине, что на поезде, не важно, важно, что это проверяет отношения, и действительно укрепляет их, поэтому, да, вам вместе нужно ездить, вообще вместе получать как можно больше новых впечатлений, это в любом случае зарядит ваши отношения позитивом, и вы увидите, что человек ещё больше прикипел, и может потом расскажет про эту женщину, да, и расскажет, что это всё смешно, и что даже не думает, вот, но такая интересная история у нас номер три. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, всем пока, до новых встреч. До новых встреч.